Всем привет, мои хорошие! С вами Эрика Класс на моём канале. Сегодня я хочу вам рассказать о моих последних покупках и презентировать их из фирмы Йокс. Это интернет-фирма, я уже делала видики о них, на которых я в основном покупаю себе вещи. Это очень хорошая фирма, она из Италии, присылает меня из Милана. И там очень хорошие брендовые вещи известных марок, известных фирм, где их очень сильно уценяют, особенно в определённые дни. И я бы хотела вам показать маленькую женскую радость, которую я сегодня получила. А перед этим вот моя собачка Линда. А перед этим... Линдонька, да-да-да, хочется о вас. А перед этим... Она чёрная, её плохо видно. А перед этим, ребяточки, мои дорогие, любимые мои ребята, все, кто поддержал меня после видика, где я говорила, что я иду на операцию. Мне ещё осталось 4 дня, всего 4 дня. Я, конечно, очень переживаю, стараюсь отвлекаться. И это радость, что мне пришло сегодня, как какие вещи. Сегодня, прям сегодня пришло, и которых я могу вам показать. Вот. И рассказать о качестве, о цене. И надеюсь, вам немножко повысит настроение. Всех-всех вас люблю. Спасибо вам большое, что вы мне очень поддержали своими комментариями о предстоящей операции. Всех-всех вас люблю. И мы начинаем. Вот она, долгожданная посылочка. Вот, пришла. Сейчас буду открывать и вам показывать. Вот так я открыла. Вот так она выглядит. Всё очень всегда хорошо запаковано. Всё просто по высшему классу. Это я просто сейчас уже разорвала. Очень аккуратно и прекрасно. Пришло в этот раз за 6 дней, когда я заказала. После 6 дней, как я заказала. Начну я показывать, что мне пришло. Во-первых, пришёл вот такой топик. Вот так он выглядит. Вот с такими заложенными рюшами. Сзади вот так он на замочке выглядит. Вот здесь с бантиком. Хочу показать, как оно выглядит. Вот так. И вот здесь вот тоже можно одеть с такими лямочками. Вот так вот. Вот такой. Это, ребята, сзади на замочке. От фирмы «Валентино». Называется «Ред Валентино». Очень-очень классная вещь. Я давно рассказывала, что я могу эти вещи положить в такой бокс, если мне что-то понравилось. И жду, пока я набираю своих вещей в боксе по этому интернет-магазину «Йоксу». Который есть тоже можно купить тоже и в России из этого магазина. И когда я ложу в этот бокс, то я слежу, когда цены падают. Они всегда уже меньше, чем в магазинах. Но есть моменты, когда они спрашивают 20% или 40%, 50%. И тогда, конечно, я слежу за этим и вынимаю из коробочки, ложу на кассу. То есть есть такой вот в интернет-магазине, там такая возможность. И тогда покупаю. Вот эта вот очень шикарная фирма. Конечно, Валентина все знают и слышали. Это очень известная фирма. Качество просто сумасшедшее. Здесь одни рюши как сделаны. Это вообще. И внизу. Это качество просто супер сделано. И причем я уже рассказывала, что эти вещи делают не в Китае. Многие известные фирмы делают вещи подделки или не подделки. Они просто все равно для того, чтобы дешевле было, а не для них, чтобы сэкономить на цене. Они производят много в Китае вещей. Но эти вещи производят только в Италии в основном. Что я хотела сказать? Я не говорю, что в Китае произведены вещи плохие. Никогда я не хочу это сказать. Просто-напросто, конечно, это качество. Что я хотела рассказать, что вот этот топик, он стоил начальную цену. То есть вообще стояло 360 или что-то такое евро. Представляете, это очень дорого. На выход такой топик. Это, конечно, на выход, не на каждый день. Вот, с белыми брючками и так далее, или с черными. Но я за этот топик дождалась, пока он стоил 60 евро. Для Валентины 60 евро – это нормально. Вот такое. Это первое. Что мне прислали. Я заказала из чистого тоже шерсти. Вот такой, вот такой типа пончо. Сейчас очень модно. Такие типа пончо и вещи. Хочу показать сначала его. Вот такие вот рукава. То есть здесь рукав нет. Это одевается через голову. Вот так вот. Вот так оно выглядит. Вот так. Я надеюсь, вам все видно, что штативам не всегда удается. Вот так он выглядит. Это чистая шерсть. Вот, вот так. Вот внутри вот так выглядит. В принципе, можно надевать даже и внутри. Цвет получается вот такой. Тоже классный, я считаю. Вот так. И что я хотела сказать, ребята. Это какая фирма? Здесь что-то вот где-то в другом месте написано. Я не могу найти. Вот. Не могу почему-то найти. Просто-напросто у меня в голове не стоит, у меня там написано. Я потом вам скажу, от какой фирмы это было. Так вот, что я хотела сказать. Конечно, вот такие вещи одеваются поверх каких-нибудь роллингов. Это, ну, таких вот пуловеров для в зиме. Можно, конечно, с белой рубашечкой светлой одеть тоже, если прохладно. Можно потом снять поверх рубашечки. Вот так он выглядит. Эта вещь стоила, это чистая шерсть, очень толстая. Она стоила мне 50 евро. То есть для фирменных вещей сравнительно для Европы недорогая вещь. Причем очень оригинальная, я считаю. Вот. Затем я хочу показать. Я заказала, видите, хотела порадовать себя перед больницей. Женщины, они все сумасшедшие. Увидела, цена понизилась. И думаю, сделаю себе радость. Потому что неизвестно, когда уже пойду в магазины. То есть я в магазины очень редко хожу. Только так смотрю просто в шоппинг-центр красоту, архитектуру и так далее. Потому что для меня архитектура, это даже важнее иногда. Для меня сочетание архитектуры с модой, это очень важно. Я очень люблю моду, я уже сказала, не случайно работала тоже, я оформляла рестораны. То есть я работала архитектором. Я училась на архитектором в Аймере. Вот. Я купила себе такой пулловер на каждый день. Вот так он выглядит. То есть я сейчас верну. Такой пулловер. Из чистой воли. То есть из чистой шерсти. Вот такой цвет. Я хотела поярче что-нибудь. Вот так он выглядит. Вот. То есть, в принципе, да, ну, конечно, без всяких этих прибамбасок, но он тёпленький. И тоже уценили цену. И мне очень понравилось. И я хотела что-то яркое. У меня всё в основном не такие ярких тонов. Хочу посмотреть, что здесь. Да. Это шерсть из ламы. Вот. Этот пулловер я купила за 50 евро, считаю. За 50 евро чистую шерсть и такого качества. Это тоже находка. То есть по нашим меркам, я считаю. Тем более через Италию. Очень хорошая вещь. Очень тёплая. И вообще даже приятно не колется. В общем. Затем, ребята, показываю. Я купила вот такие брючки. Вот здесь такое вот. Сейчас покажу. Вот железочкой такой. Вот так они выглядят. Сейчас полоска ужасно тренди. Это ужасно модно. Полоска это просто пижонски, элегантно. С такими карманчиками. Вот. Это как габардин материал такой. Он прямые. Прямые брючки. Прямые. А к низу они чуть-чуть расклешены. То есть не как совсем хиппи. То есть вот как клеши. А чуть-чуть. Сейчас вообще можно вот этот чуть-чуть расклёшь к низу. Вот так они выглядят. Вот. К сожалению, я их уже померила сегодня. При тем... Уже... Ну, я получила где-то два часа назад. Я хотела специально померить, чтобы знать, что одевать, что не одевать. Эти брючки мне придётся дослать. Мне они ещё очень нравятся. Я их перезакажу на другой размер. То есть этот размер для меня большой. У меня всегда проблема, что в талии я... То есть вот здесь у меня в талии всегда широко, а в бёдрах хорошо сидит. То есть прекрасно. И это моя проблема. Ушивать я их, честно говоря, не хочу. Потому что это у нас очень дорого ушивать. У нас ушивка. Брюк, особенно в талии и чуть-чуть, ну, со стороны спины, стоит где-то 25 евро. Если они стали, например, они тоже ценили эти брюки. Я скажу, фирма называется Мангану. Это тоже итальянская фирма. Вот. Мангану. Это нет смысла 25 евро набавлять за... Я считаю, за то, чтобы ушивать. Это, я считаю, непрактично. Если есть ещё размер другой, меньше, то есть, конечно, стоит заказать. Но проблема иногда такая, что, особенно на прямых и узких брюках, что талия будет широка, то есть узко, нормально сидеть, а потом бедра будет узко. У меня немножко такая проблема иногда сад. Не всегда, но бывает. Вот. Вообще, итальянцы, конечно, делают вещи немножко уже, чем, в принципе, чем европейские другие страны. Вот. Я хотела это... Сейчас хочу показать коробочку. Что вы думаете здесь? Вот стоит Just Cavalli. Cavalli известная фирма. Наверное, многие слышали. Это одна из таких модерновых. Вообще, я обожаю вещи от Cavalli. Конечно, платья мне не под силу купить. И их не уценяют. Практически от Cavalli очень редко. Очень редко. Потому что это очень хорошо покупается. И это очень оригинальные вещи. У них очень много цветов. Очень... Ну, сейчас очень модно опять тигровые принты. То есть, тигровые... Тигры сейчас... Или вообще animals. То есть, животные присутствуют вообще. От сумочек до ботинок. От пальто до брюк и платья. Можете смело покупать. Это ужасный тренд. Это ужасно модно. Сразу вам говорю. Потому что я очень информируюсь в этом. Я очень много этим интересуюсь. Это совершенно не банально. Это совершенно не... Как говорят... Я многие передачи слышала. Что в России, что... Ой, слабо. Ради бога, не покупайте тигры и леопарды. Все такое. Если правильно подобрано. Если у кого-то просто фигуры не позволяют. Вы считаете, вы считаете, не позволяют. То, может быть, не покупайте. Покупайте тогда сумочки к этому, если возможно. Покупайте. И сперчатки продают. И ботиночки продают. Шарфики. Это просто сейчас одно из самых таких направлений. Второе направление очень сильное. Я просто хочу немножко рассказать. Это направление цветов. Это уже летом было. А сейчас цветы остались даже на зиму, осень. Это вообще тренд тоже. Даже на сумках вышитые цветы. Дорисованные цветы. Какие-то поделки сверху сумочек цветов. Цветы в юбках, цветы в платьях. Даже на пальто и так далее. Бессмело можете брать. Это будет долго, я считаю. По крайней мере, это только началось. Вот сейчас вот летом. Особенно так вот интенсивно. Так что смело берите. Так что вот я хотела сказать, показать вам сейчас здесь ботиночки. Но опять же, я немножечко, по-русски говоря, обломалась. То есть я взяла это, заказала. Как женщина все посмотрела. Красиво, классно, все такое. Оказалось, что эти ботинки на очень высокой каблуке. Как вы знаете, я очень много носила высоких каблуков. Очень долго. И этим еще больше навредило своей спине. Хотела быть красивой, хотела быть высокой. Я небольшая. Я всего-навсего метр шестьдесят три. Это, конечно, по сегодняшнему меркам очень мало. И я носила, думала, ну классно, все такое, клево. И оказалось, что это еще больше повлияло, конечно, на спину. Мне все говорили, а я думала, да, ерунда. И опять же, купила вам сомка в каблуке. Я думала, немножко короче каблук. Не посмотрела, сколько сантиметров каблук. И вот купила. В общем, короче, дурочка такая. Ну, расстроилась, короче, что так получилось. А потому что мне очень нравится, вам покажу. Ну, что я куплю, все-таки не дешево все равно. И поставлю их в шкаф, и они будут стоять. Я буду любоваться, как музея. Этого делать, конечно, не буду. У меня уже было так несколько раз в моей жизни. И я сейчас очень осторожно покупаю обувь. К тому же, они чуть-чуть, одна нога у многих людей меньше, другая больше. Это почти у всех асимметрия есть. Многие не замечают это просто. Вот. И они, одна сторона, чуть-чуть уже, ну, можно носить. Ну, я, конечно, буду искать другие. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Конечно, они просто обалденные. Просто супер. Вот так вот впереди они выглядят, ребята. Покажу. Вот. Вот здесь вот эмблема. Это типичная эмблема Коваля. Они любят такие вот эмблемы. Здесь эмблема змеи. Они очень-то любят. Я хочу поднести вот так вот. Сзади вот такой замочек. Вот так она смотрит. Видите, как облок. Ну, это вообще, конечно, ужас, да? Вот. Вот так они выглядят в профиль. Это с этой стороны. И так они выглядят с этой стороны. То есть, ну, шикарные, конечно. Здесь лак, как вы видите. Вот. Лак. Вставка такая. В общем, очень пижонские. А вот. А здесь кожа. Кожа великолепная. Я вам скажу чудо. Внутри тоже прекрасно все. Подошва тоже кожаная. Вот. Подошва. В общем, шикарная обувь. Но уже не для меня. Это даже разговора нет. Купать немножко короче. Может быть, такой каблучок. Моя последняя покупка, которую я заказала, это вот эти брючки. Вот такие брюки. То есть, они сидят на талии. Они мне тоже широкие в поясе. Они вверху такие свободные. Внизу узкие. Это, ну, очень сейчас модно. Это очень известная фирма. Особенно они брюки делают. Потрясающие вещи. Называется фирма Хик. Я покажу. Вот. Вот эта фирма. То есть, в принципе, мне надо четкий. У меня сорок четвертый размер. Мои одежды. Одежды. У нас в Германии это значит 38-36. Но они, эти брюки, опять же, талия очень у меня широка. Тут еще даже разные. Здесь очень много деталей. Просто сумасшедших деталей. Я хочу вам сейчас частично показать, какие... Это шерсть. Чисто тонкая шерсть на зиму. Но я буду на выход их носить. Я пока... Вот, посмотрите, ребята, какие детали. Тут даже замок. Посмотрите, какой замок. Он такой вот. Он как бы выходит. Вот так это все выглядит. Вот. Полосочку. Как бы такую... Здесь просто много еще все висит. Вот здесь вот такие замки сумасшедшие. Их можно открывать. Сбоку я покажу. Они смотрятся вот так вот. Вот. Здесь вот так вот. Вот такая металлка. Такая штучка. Сейчас опять поднимем вниз. Вот так вот. Материал просто сумасшедший. Бесподобное качество. Так. Я хочу показать сзади, как они выглядят. Сейчас покажу вам. Вблизи сначала покажу. И вот сзади покажу. Вот так. Вот такие брюки. Хочу показать вам, как они выглядят внизу. Стараюсь показать. Вот. Вот так вот. Вот здесь такие штучки на них. Вот так вот. То есть они сужены. Вот так. Очень много здесь деталей просто вообще. Сзади карманчики. Я уже показывала. Вот здесь вот такие штуки. Вот так. И завороченные внизу. То есть они узкие, а здесь нависают. То есть они такие очень-очень пижонские. Я сейчас попробую установить камеру. Хочу и хотите вам показать, как оно выглядит. Например, я буду носить на выход. Вот. Брюки просто. Я очень рада. В принципе, я решила оставить эти брюки. Обязательно. Другие отошлю. Ну, вот. Пуловер я себе оставлю. Потому что он всегда пригодится. Вот этот вот оранжевый. Вот. Топик я оставлю. И мои ботинки придется послать, к сожалению. Потому что они мне очень... Ну, они... Я же рассказывала. Высокий каблук. Они, конечно, шикарные. Но я не могу себе больше этого же позволить. Так, ребят. Я попробую сейчас одеть и установить камеру. Может быть, в полный рост мне тяжело будет все это показать. Но я попробую показать сами брюки, как они сидят. Хорошо? Хотела вам сказать, что я очень люблю кожные куртки. Я буду носить вот, например, те брюки, которые вам показала. Которые купила новые. Вот с этой кожной курткой. Вот. Это я вверху покажу вам так. Эти брюки. Вот так вот она смотрится. Немножко далековато стало. Вот. Ну, это вверху я вам показываю. С какой курткой буду носить. Я просто обожаю кожные куртки. Вот. Я их собирала много лет, когда мне сделала специальное даже видео об этом. Я просто... Вот такие брюки, ребята. Вот так вот они выглядят. Смотрите. Вот. Садим вот так. То есть, видите, они такого... Ладно, я сейчас немножко нагнусь. Вот с кожной курточкой вот так. Вот. Вот так они выглядят. Я считаю, что просто класс. Очень оригинально, очень клёво. Вот так вот. Вот так они выглядят в зеркале. Ещё раз показываю. Вот. Вот так. Вот так. Вот. Можно застёгивать. Я уже показывала. Растёгивать. То есть, можно ещё шире сделать. Вот так будет. Вот такие. Ну, в общем, я очень довольна этим брюкам. Больше всего, тем более, они ужасно тёплые. На выход куда-то пойти. Ну, просто я считаю, обалденные брюки. Так. Вот так.